Привет, привет, мои хорошие! Наконец-то у меня появилось время, чтобы заснять видео о том, как прошел наш перелет. Ну, так как мы добрались, я думаю, все-таки понятно, что перелет прошел неплохо, происшествий не было. Но я все равно расскажу, потому что меня самой интересовала эта тема, так как я летела с двумя малышами. Была интересна тема по поводу покажа, по поводу таможни и так далее. Больше интересовала таможня. Итак, вообще, знаете, что все началось? В день вылета у нас вылет был... Я буду пить чай, я надеюсь, никто не будет против. Здесь на кухне прохладно, до сих пор было открыто окно, я только закрыла окошко, здесь прохладно. У нас был вылет с 3 на 4 января. Все было хорошо. Кто за мной наблюдает, наверное, знает, что я себя чувствовала прекрасно. Ну да, было такое, что спина попальпала. Кстати, уже спина не болит после остеопата, у меня все прошло. Все было хорошо. И 3 число... Нет, 2 вечера мне становится плохо. Как плохо? Меня начинает тошнить, у меня начинается рвота, голова кружения сильная. Я не могу собрать мысли в кучу. Накое невоенное состояние было. Я думала, это, наверное, от того, что я не высыпалась, поэтому... Думала, ну, ночь посплю, и утром нормально все будет. Ночь поспать тоже особо не получилось. Дочью не давала в ту ночь спать. Потом утром, где-то часов в 5 утра, наверное, мама забрала у меня дочь. Я сказала, говорю, мне вообще плохо. Я уже полным ходом обнимала белый трон в ванной. И мама вызвала скорую. Приехал врач. Точнее, это был не врач, это был фельдшер. Потому что... Моя мама, честно говоря, в сфере медицины знает немало всего. И так получилось, что мама знала даже лучше него. Приехал в фельдшер, он померил у меня давление. У меня было чуть повышенное. Дал мне какую-то таблеточку под язык. У меня давление не падало. Потом он сделал укол. Не помню, какой. Вообще не помню, какой укол. Ну ладно. После этого укола чуть-чуть у меня понизилось давление. И я уснула. А потому что еще димедрол содержался. Я уснула. Я думала, я проснусь. Как бы высплюсь и будет лучше. Проснулась я. Нет. Тошнота была. Рвота была. Но не такая сильная. Больше всего меня мучило головокружение. Если я лежала вот так вот ровно на боку, просто лежу, не двигаюсь, то нормально. Если я чуть-чуть поверну голову, то все. Это просто кошмар. Все окружилось. Секунду. Там доча проснулась. Секунду. Доча проснулась. И Сдуля ее успокаивает. Ну что, меня остановилось. Так. Я проснулась. Лучше мне не стало. Уже думала вылет отменять. Звоню мужу. Говорю, вот так и так я себя плохо чувствую. Так что, скорее всего, мы не вылетим. Потом к обеду... К обеду вызвали платную скорую. Приехали. А, мама вызвала и платную скорую, и еще... Еще раз государственную. Оба приехали. Получилось. Получилось, что три скорой машины было у меня за тот день. Платная скорая приехала. Приезд. 2,500, по-моему, стоил. 2,500 или 3,000. Я сейчас врать не хочу. Тоже в Махачкале. Знает. Клиника Схирханова. Оттуда скорая приехала. Две девушки приехали. Врач была молодая, кстати. Сперва мне так показалось. Ой, молодой врач. Специалист. За что она сможет? Они меня поставили на ноги. Они заставили. Ну, в принципе, все по классике. Заставили меня выпить много-много воды. На чем я остановилась? Да. Девочки заставили меня выпить эту жидкость. Все, чтобы оставалось у меня... В организме, естественно, вышло. Содержание желудка они проверили и так далее. Мерили давление постоянно. Поставили мне капельницу, уколы и так далее. Точка призначает. Вот ее невозможно успокоить. Вот никто ее не может успокоить, кроме меня. И... Девочки поставили меня на ноги, да, представляете? Где-то до пяти вечера, по-моему, они были у меня. Пришла моя зулечка, тоже прибежала сразу ко мне проведать, как я что, я притащила кучу лекарств и так далее. И часам к семи, наверное, я все-таки стала на ноги, сказала, что поедем. Самое интересное, знаете, что за неделю до выезда я договаривалась с таксистом, который отвозил моего мужа в Чечню. Договорила с ним, чтобы он нас тоже отвез. То есть все было обговорено, все по рукам, в этот день мы должны были выехать. Звоню к нему, у него не получается, представляете? У него не получается. Он сказал, у меня не получается, но я найду того, кто сможет поехать. Он не смог найти, там кто-то болеет, кто-то уехал, у кого-то машина продала, у кого-то поломана. Короче, машины нет. А нам нужна была большая машина, потому что у нас много багажа и коляска двухместная. Это все в обычную машину не залезет. Вот. Потом начали мы так звонить в такси по вызову. Нам сказали, да хорошо, девочки, вам во сколько надо, вас только позвоните, обязательно будет машина. За час до того, как мне нужна была машина, я звоню, машины нет. Машины нет. Они не могут найти машину, представляете? У меня уже волосы дыбом. Я, честно сказать, машины нет, знаете почему? Потому что операторы очень халатно отнеслись к нашему заказу. Им как бы фиолетово. В аэропорт ты спешишь или тебе по городу нужно проехаться на большой машине. Им как бы это фиолетово. Они в порядке очереди, как все заказы, точно так же пропустили наш, видимо. Машину они для нас не искали. Только после того, как я начала бомбить их, звонить и говорить, что я буду жаловаться и так далее, что я еду в аэропорт и так далее. Короче, ну что только я им не сказала. После этого они начали, по-моему, чесаться. В конце концов машина к нам приехала. Вот. Успели мы в аэропорт чеченский. Чеченский аэропорт мне понравился. Небольшой аэропорт. Не то, что аэропорт сам понравился. Люди понравились, которые там. Работники очень понравились. Ребята помогали. Хоть с нами была мама, получается, двое детей. Одного ребенка держит мама, например, одному я. И весь багаж Зуля, например, таскать не может. Ребята помогали. Спасибо им огромное. Таможня. Таможенники тоже очень понравились. Единственное, у нас казус, который произошел, мы как приехали туда, сразу запаковали багаж целлофановой пленкой. Пленка бывает специально, знаете, наверное, да? Сразу пленкой запаковали. Где-то 1200 рублей нам это обошлось. Получилось так, что когда на ленту поставили, нам сказали, вам надо из одного чемодана переложить в другое вещи. Прошлось эту всю пленку разрывать и прикладывать. Мы все переложили. Заново здесь все запаковали. И все. Так, таможенники очень понравились, работники аэропорта понравились, очень вежливые, очень обходительные, помогали. Везде двери открывали, потому что большая коляска. По поводу мамы, то, что я мама летела с двумя детками новорожденными без отца иностранца. Никаких проблем у нас не было. Единственное, что у меня спросили, я еще переспросила на таможне там. Единственное, что у меня спросили, свидетельство о рождении. Я сейчас спросила, разрешение от отца не нужно? Может у меня кто-нибудь спросить, она сказала, нет, разрешение от отца вам не нужно. Вы мать, дети вписаны в ваш паспорт, свидетельство о рождении у вас с собой. Если бы у меня была бы точно такая же фамилия, как у моих детей, то свидетельства о рождении даже не нужны были. Но у меня двойная фамилия, а у детей фамилия отца. Поэтому спросили свидетельство о рождении. Все, вот это все, что было. больше никаких проблем ничего у нас не было с багажом вообще было не было проблем мы летели пегасусом потому что другая фирма не летает из чечни в турцию мы летели пегасусом там даже на каждого ребенка было 10 килограмм багажа нужно было именно багажа хотя место не занимает ребенок дети в полете вели себя тоже хорошо не так не так плохо как я ожидала я думала будут намного капризнее нет они вели себя хорошо ели спали в основном был вопрос задавали мне что я делала чтобы у детей ушки не заложила при взлете и при посадке дети мне что-то сосали кто-то соску кто-то бутылочку кто-то грудь каждый раз по разному а кто-то спал сынули например при одной посадке спал у нас же ее не почувствовала вот так вот прошел наш перелет мы сами конечно мы зули летели нам не до себя было плохо нам или неплохо тошнит нас при посадке или нет не до себя было вообще раскисать времени не было потому что у нас были на руках дети вот ну все добрались мы хорошо можно сказать папа нас встретил мы уже точнее я уже адаптировал зульчика еще нет я все-таки вернула свой дом поэтому адаптировал зульчика все еще чувствую себя как гостях но я надеюсь что она не будет скоро чувствовать себя как гостях часто спрашивают сколько останется здесь сколько захочет только и останется сколько она захочет точнее это от нее зависит сколько она решит остаться все на этом закрываем чай тоже мой остыл все пойду я займусь деточками вам всего хорошего радуйтесь жизни и и берегите себя